Добрый вечер, дорогие телезрители! Торговая блокада, которая сейчас длится уже более трех недель, как она влияет на работу вашего предприятия? Блокада влияет на работу нашего предприятия, и хотел бы этот вопрос разделить, скажем так, на три аспекта. Первый аспект – это технический, второй аспект – это экономический, и третий аспект немаловажный – это социальный. Технический аспект проблемы блокады для нашего предприятия заключается в следующем. Люди, которые блокируют железнодорожную дорогу в районе города Золотое, стоят в непосредственной близости от магистральных водоводов диаметром 1200. Эти водоводы обеспечат как подконтрольную территорию Украины водоснабжением, так и не подконтрольную территорию Украины. Из уст людей, которые занимаются блокадой, неоднократно звучали призывы остановить подачу воды на неподконтрольную территорию Украины. Да, я понимаю, они не понимают всей сложности ситуации при отсутствии водоснабжения как по одну сторону линии ограничения, так и по другую сторону ограничения. Но я хочу заверить, это будет уже не экологическая катастрофа. А сколько человек может остаться без водоснабжения? Порядка миллиона человек. Это будет полный коллапс, с которого будет очень сложно выйти. Это техническая сторона. То есть нахождение людей с непонятными целями вблизи стратегических объектов, я считаю, это недопустимо. И этому вопросу должны правоохранители свой ответ дать. Второй вопрос это экономический. В течение всего этого конфликта водоканал выполнял свои задачи четко и правильно. То есть мы обеспечивали людей услугой водоснабжения. То есть то, без чего человек прожить долгое время не может. Самая основная задача наша это обеспечить людей системами водоснабжения и водоотведения. То есть то первоначальное, что необходимо человеку для жизни. Так вот, в течение всего конфликта наше предприятие занималось этой проблемой и довольно-таки успешно. Но за каждую услугу необходимо платить. Со стороны территории подконтрольной Украины этот вопрос был сразу решен, был определен тариф, люди платили, вопросов нет. Со стороны неподконтрольной территории Украины, через Минские соглашения. Уже в этом году было достигнуто ряд решений, по которым мы начали получать деньги за предоставленную услугу. Сразу хочу заметить любых схептиков, что в оплате за услугу водоснабжения принимают участие только предприятия, находящиеся под юрисдикцией Украины. Никаких левых и серых схем там нет. Все четко, у нас заключены договоры с украинским предприятием, мы предоставляем услугу, оно нам ее оплачивает. Этот механизм был выработан в Минских соглашениях, он позволил частично, я так понимаю, пока погасить долги. Да, сейчас речь ведется о текущих платежах, и они уже идут. Второй месяц нам оплачивают за предоставленную услугу. Соответственно, у нас есть возможность оплатить энергетикам за предоставленную электроэнергию, выплатить заработную плату работникам, приобретать необходимые реагенты и материалы для работы водоканала. Сейчас в полном объеме все выплачивается? Да, за предоставленную услугу выплачивается в полном объеме. Что касаемо уже накопленных долгов. Ведутся переговоры, они не безосновательные, и я думаю, они придут к положительному знаменателю о том, чтобы вернуть те долги, которые уже накопили за предоставленную услугу. Соответственно, мы рассчитаемся с энергетиками, и водоканал выйдет, наконец-то, на нормальную работу. Как я уже сказал, это второй пункт проблематики блокады железной дороги в Луганской области по отношению к водоканалу. Блокада за собой понемножку тянет вопросы за оплату услуги водоснабжения. И то, что было достигнуто согласно Минским соглашениям, сейчас может прийти к нулю. Особенно, если, не дай бог, будет та территория отрезана от водоснабжения. Конечно, конечно. Если мы не будем получать платежей, то цепная реакция не заставит себя долго ждать. ЛЭО будет вынуждена прекратить подачу электроэнергии на наши объекты. Мы, соответственно, просто остановимся. И вот тогда без водоснабжения останется как подконтрольная территория Украины, так и неподконтрольная территория Украины. Какие районы на подконтрольной Украине территории вы обслуживаете? Это Станично-Луганский, Новоайдарский и Попаснянский. А сколько человек могут остаться без воды? На подконтрольной территории Украины это порядка 80 тысяч человек населения. Сразу хочу любых, опять же, скептиков, которые скажут, надо устраивать систему водоснабжения. Система водоснабжения Луганской области выстраивалась не один десяток лет. В воле и случая получилось, что все объекты добычи воды остались на подконтрольной территории Украины. Не мы с вами придумали линию разграничения, так сложилось исторически. Поэтому в связи с этим то, что было рассчитано на подачу воды 2 миллионов населения, осталось в наших руках. И теперь перестроить эту систему только для 80 тысяч населения и не подавать воду на неподконтрольную территорию физически это очень дорого и я считаю бессмысленно. По одной простой причине. На неподконтрольной территории Украины остались такие же граждане Украины, как и мы здесь. То есть также есть потребность в воде? Конечно. И потребность в воде у них так же самая, как потребность в воздухе. Мы не можем прекратить подачу воды нашим гражданам. Вот и все. Также вы говорили о социальном аспекте. Это третий аспект. Да, это третий аспект. Социальный аспект это те люди, которые непосредственно занимаются услугой водоснабжения. То есть это работники нашего водоканала. А это на данный момент порядка 700 человек. После того, когда были достигнуты договоренности в Минске об оплате за предоставленную услугу водоснабжения, и мы получили первые деньги, люди получили заработную плату. Именно настоящую, заработанную заработную плату. А не дотации, не возможности международных организаторов и гуманитарной помощи, а именно настоящую заработанную заработную плату. У них проснулось слово «будущее». У предприятия появилось будущее. Мы второй месяц более или менее стали стабильно работать. И сейчас сорвать вот это всё, а люди перестанут нам верить. Люди просто перестанут верить сначала мне, потом всем остальному. Я думаю, это нарушать нельзя. Я думаю, это будет очень большим ударом для людей. И так все наши работники живут именно на линии разграничения, обслуживая сети, обслуживая насосные станции, города. Им и так сложно, но у них появилась искра в глазах. И сейчас эту искру сбить в угоду непонятных идей, я думаю, это будет больно. Это же самое, если не будет зарплаты, если не будут люди работать, то остановится и подача и на подконтрольную, и на неподконтрольную территорию Украины. Я даже это обсуждать не хочу. Люди просто останутся абсолютно без воды, более миллиона человек получается. Да, да. Поэтому любая блокада, которая не соответствует никаким конституционным нормам и правилам, а мы живем с вами в правовом государстве, приведет к очень плохим негативным последствиям. Как Вы считаете, как сейчас нужно не бороться, но как решить эту ситуацию, когда есть действительно реальная опасность остаться без воды? Ну, опять же, мы сейчас говорим о отношении водоканала к блокаде. Да, мы будем готовы к любому развитию событий. Мы обязаны быть готовы к любому развитию событий, как водоканал. В этом нам способствует как и областная висково-цивильная администрация и местные органы власти. Но поверьте, это будет очень сложно. Еще раз повторяю, мы занимаемся централизованным водоснабжением. В период отсутствия электроэнергии говорить о централизованном водоснабжении и водоотведении, что немаловажно. Так говорить будет, не придется говорить. Будет банальный подвоз воды. То есть мы будем опускаться в каменный век. Опять же, хочу повторить, в угоду чего? Есть блокада. Она, на мой взгляд, повторяю, неправомерна. Потому что решение своих каких-то там меркантильных проблем за счет других людей, я сейчас говорю по поводу водоснабжения, это неправомерно. И самое важное, чтобы правоохранители дали ответ, жесткий правовой ответ на данное событие. А сейчас разрабатываются ли механизмы, вы сказали о том, что подвоза воды, возвращение в каменный век, если все-таки будет прекращена подача воды? Какие будут давить действия? Да, конечно. В чрезвычайной комиссии областной администрации разработаны графики, привлечены все технические возможности, у нас уже расписаны механизмы, каким образом будет доставляться ГСМ машинам, потом машины будут заправлять с водой, с каких точек, на какие места будет подвоз воды. Сразу хочу заверить, никто не останется без воды, все будут с водой. Но говорить о цивилизованном, централизованном водоснабжении будет очень сложно. Которое для полноценного жизнедеятельности это необходимо. Также в целом торговая блокада сейчас влияет на энергосистему, на энергетическую безопасность не только двух областей, но и в целом Украины. Именно из-за этого на этой неделе было принято постановление и введена чрезвычайная ситуация в энергетике в целом в Украине. Эта ситуация, эти условия работы, как они влияют на ваше предприятие? Вот вы правильно заметили. Энергетическая система. Когда мы говорим с вами об энергетической системе, то это сразу можно ставить знак равенства и водоснабжение. То есть смотрите, с помощью этой блокады люди нарушают не только привычный образ, допустим, работы водоканала, а нарушают всю энергетическую безопасность государства. А от этого, соответственно, вылится проблема водоканала. То есть если не будет электроэнергии, не будет ничего. Мы даже, возможно, не сможем обеспечить подвоз воды, банальный подвоз воды. Потому что для того, чтобы взять пригодную воду для жителей, необходимо будет, чтобы заработало 2-3 скважины. Хотя бы 2-3 скважины, для того, чтобы можно было поднять с них воду. Когда мы говорим, да, ну можно поставить генераторы и все, для того, чтобы поднять воду из глубины, необходимо очень мощный генератор. Это колоссальные затраты. Это просто колоссальные затраты. Это будут затраты на бензин или на дизель, на чем работают генераторы. Еще смазочные материалы, да. На обслуживание этого всего оборудования. Это будут просто колоссальные затраты. Они не будут соизмеримы с тем, что сейчас делают блокадники. Не будут. Людям будет очень сложно жить в таких условиях. И поэтому здесь, в Луганской области, когда у людей с введением боевых действий, частыми обстрелами, практически непрекращающимися, нервы на пределе, еще добавить им отсутствие услуг водоснабжения, услуг энергетики, ну поверьте, это будет социальный всплеск очень большой. А как вы думаете, к чему он может привести, этот социальный всплеск, когда люди не только будут подвергаться обстрелам, но также или вода почасово будет поддаваться? Я даже не хочу по этому поводу мыслить. Я не хочу даже развивать в эту сторону свои соображения. Поверьте, это будет страшно. Я себе задаю вопрос, а нужна ли эта блокада? Кому она нужна? Может быть, она и нужна для того, чтобы создать то напряжение в социуме, о котором я даже мыслить не хочу. Это мои... Поверьте, люди до предела фактически, потому что есть часто опасности остаться как без света, соответственно, без света, без воды, дальнейшие. Да, это параллели, это параллели. Тут мы даже не можем обсуждать о том, что не будет электроэнергии, вода будет. Нет, это параллель, не будет электроэнергии, не будет однозначно воды. Были ли какие-то расчеты, какие могут быть убытки, если прекратится водоснабжение неподконтрольной Украины территории? Вот те деньги, которые сейчас они вам выплачивают, насколько это будет ощутимо для вас? Ну, скажу вам так. Из всей воды, которую мы подаем, на данный момент 80% это вода, которая подается на неподконтрольную территорию Украины. То есть рассказывать здесь не о чем. У нас вообще денег не будет. Подконтрольная территория Украины потребляет воды очень мало, потому что здесь нет густонаселенных районов в зоне обслуживания Попаснянского районного канала. То есть вы можете просто поставить себе вопрос, как денег нет вообще. Вот и все. Здесь, я считаю, нечего обсуждать. А сейчас какие-то переговоры с областной властью ведутся по поводу ситуации с блокадой? Да, конечно, мы неоднократно обращаемся, обсуждаем это в областной радио, о том, что блокада может привести к тем вопросам, которые мы обсуждали сейчас на эфире. Областная рада, соответственно, принимает какие-то свои шаги, меры. Но опять, никто не хочет идти на конфликт. Никто не хочет приступать к закону из областной рады и правильно это сделать. Я еще раз хочу повторить, мы живем в правовом государстве. Все необходимо решать цивилизованно. Есть законы, прописанные законы. Поверьте, если каждый из нас будет принимать решение в угоду своих каких-то мыслей и идей о блокаде того или иного объекта, это хаос. Я считаю, это хаос. И здесь должны выступить жестко правоохранители, вынести оценку всему этому и прекратить этот балагон. Сейчас сказать о том, что люди, которые блокируют, они стоят очень рядом с теми трубами, которые поставляют воду, и есть реальная угроза того, что они могут это перекрыть. Есть какие-то варианты, возможно, поставить туда правоохранительный орган, для того, чтобы они как-то не допустили этого? Мы это предусмотрели. На данный момент по Паснянским районным отделам полиции выставлен патруль. Он дежурит. Ну, поверьте, протяженность водовода очень большая. Они находятся в прямой близости возле него. Ребята дежурят, да, ребята на чеку. Ну, мы же не можем быть застрахованы от правомерных действий этих людей. Мы не можем отвечать за их, какие им команды поступают. Вот завтра они решат, скажут, все, прекращаем подачу воды. Любым нехорошим своим поступком могут навредить и очень сильно навредить. Беда в том, что не навредят всем. Не только, поверьте, террорист найдет себе, где воды попить. А местный житель, который живет в городе Стаханове, в городе Алчевске, бабушки, инвалиды, дети, они этого не найдут. Питьевой воды там нет. Так же это, в принципе, в целом повлияет на ситуацию в области очень сильно и на подконтрольной Украине территории. Если даже три района хотя бы останутся без воды. Это прямая зависимость. И так же самое и на ЛЭО есть зависимость. Если вы перестанете выплачивать деньги в ЛЭО. Да, это прямая зависимость. Здесь не будет разделения на неподконтрольную или подконтрольную. Останутся без воды все. Буквально все. И проблема тогда вырастет у всех. Я вам скажу больше. У неподконтрольной территории Украины частично, процентов 5, они могут провести водозамещение. Только 5% из всего объема. У нас этого водозамещения нет. Нам нечем заменить те источники водозабжения, которые уже существуют. Нечем. А сейчас нет технической возможности и в принципе ее можно сделать или в принципе даже нет такой возможности? Экологической такой возможности нет. Нет у нас воды. У нас большинство шахтных подработок вода уходит в саму шахту. У нас нет воды. Есть водоисточник, который был определён. Это западная фильтровальная станция, открытый водоисточник из реки Северский Донец. Мы ее очищаем и подаем питьевого качества. Других водоисточников, которые смогли бы обеспечить в полном объеме систему водознабжения, нет. Сейчас участвовали ли вы? И вот были некоторые переговоры, кто-то пытался вести диалог с людьми, которые сейчас блокируют дороги и железные дороги, сейчас автомобильные дороги уже начали блокировать. Вы в этих диалогах как-то участвовали? Потому что это прямая зависимость на вас идёт. Да, это прямая зависимость на нас. Скажу так, мы косвенно участвовали в этих переговорах. С нами проводились консультации, отдельные совещания проводились с областной администрацией, исходя из этого. Они уже разговаривали с теми, кто блокирует. Таким образом. Также сейчас вы сказали о том, что люди работники, они негативно очень относятся к этой ситуации, потому что есть угроза. А что они говорят сейчас? Какие у них настроения, когда есть такая угроза? Я вам скажу честно, у людей сейчас нет слов. Сейчас, на данный момент, весь коллектив находится в нервном напряжении от дальнейших развития событий. И я не могу предугадать, как люди поступят в дальнейшем с развитием событий по блокаде. Еще раз повторяюсь, если люди перестанут чувствовать уверенность в завтрашнем дне, тяжело предсказать их поступки. А сейчас как-то можно эту ситуацию, если не сгладить, то как-то хотя бы успокоить людей? Да прекратить блокаду, и люди успокоятся. Прекратить блокаду и вернуться к нормальной настроенной жизни. В силу тех моментов, которые есть у нас и так. Но я имею в виду военный конфликт. Также сейчас тот механизм, который отработан по оплате воды, который сейчас есть, этот механизм, он в правовом поле, он установлен минскими соглашениями. Он сейчас установлен на какой-то определенный период или в принципе он бессрочный? Понимаете, я бы не хотел, чтобы он, я лично бы не хотел, чтобы он был на постоянную. Хотелось бы видеть область полной, в том объеме, в котором она была до войны. Без линии разграничений? Конечно, без линии разграничений. Поэтому говорить о постоянных я бы не хотел. Из тех реалий, которые есть сейчас, да, он на постоянной основе. То есть пока не существует линия разграничений, никто не отказывается от каких-то обязательств. И мы работаем на постоянной основе. Но мне бы этого не хотелось. Мне хотелось бы видеть Луганскую область в составе Украины полной и полноценной. Тогда точно не будут проблемы ни блокады, ни угрозы таких, которые есть сейчас. А также сейчас какая ситуация с ЛЭО? Все ли уладили? Были достаточно большие долги и сейчас что? Нет, конечно нет. Как я уже сказал, всего два месяца работает тот механизм, который отработали на Минских соглашениях. Только два месяца. Это только начало. Мы платим только текучку. Накопленные долги, они порядка 129 миллионов гривен перед ЛЭО, они остаются. И мы не снимаем с себя ответственность. Потому что нам за поставленную воду должны порядка 240 миллионов гривен. Опять же, Минск работает и над возвратом этих средств. И ЛЭО об этом знает. Мы ведем плотные переговоры как и с руководством ЛЭО, и с просьбой, и с мольбами дождаться решения проблемы возврата долгов. Да, есть угроза отключения, но с помощью именно этого механизма возврата текущих платежей мы пытаемся зладить ситуацию. Я думаю, вопрос с долгами рано или поздно, скорее всего, не в долгий ящик отлаживается решение проблемы возврата долгов. Но блокада может приостановить этот процесс. Может приостановить этот процесс и надолго. Поэтому мне не хотелось бы накала страстей в разрезе блокады. К сожалению, сейчас никто не хочет, чтобы ситуация еще больше обострялась, потому что и так она очень сложная. А в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, она действительно сложная. Есть влияние, есть очень большие риски. Будут ли какие-то, возможно, или обращения, вот областной администрацией вы очень тесно сотрудничаете. Будет ли обращение, возможно, в Киев, в Кабмин? Потому что, если люди останутся без воды, это почувствуют все. Ну, наше обращение будет как местным органам власти, то есть районной, висково-цивильной администрации. Соответственно, они приложат наше обращение к обращению областной. А областная уже, скорее всего, выйдет на Киев, то есть по вертикали власти. Но наше обращение не останется нерассмотренным. То есть оно будет в составе всего комплекса обращений по поводу блокады. Сейчас оно уже готово, уже отправлено? Да, конечно. Также, если говорить о каких-то ваших дальнейших действиях, какие они будут, есть обращения, есть угроза, сейчас далее как вы будете работать? Будут какие-то изменения или нет? Понимаете, Леонид, мы не можем на данный момент предвидеть, что дальше придумают блокадники. Какие-то технические операции для того, чтобы предотвратить тот или иной коллаб, да, мы проводим. Это однозначно. То есть мы проводим и тренировки личного состава в разрезе службы прекращения подачи электроэнергии, либо разрыва водоводов. Это у нас регулярно проходит. С правовой точки зрения, а что водоканал может сделать? Мы не будем опускаться до уровня физической силы, то, что сделали блокадники блокировать. Мы к этому опускаться не будем. Мы живем, еще раз повторюсь, в правовом государстве. То есть дальнейшее развитие событий остается за совестью самих блокадников и решением вопроса рассмотрения с правовой точки зрения правоохранителей. Да, к сожалению, повлиять на действия и предвидеть мы не можем. Спасибо большое, что сегодня пришли в нашу студию, рассказали о той ситуации, которая есть. И, к сожалению, есть риски, и они все еще остаются. Да, я с вами согласен. Спасибо большое, что сегодня были в нашей студии. Спасибо, до свидания. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии был директор коммунального предприятия Попаснянский район и Водоканал Иван Вилков. Мы говорили о тех рисках, которые за собой несет торговая блокада. Увидимся в следующих выпусках. Увидимся в следующих выпусках. Увидимся в следующих выпусках.